Казахстан позиционирует себя логистическим хабом в сердце Евразии, открывая транзитные пути между Китаем, Восточной Европой и Азией. Достичь этого возможно совместными усилиями именно на таких площадках, как Кастанинский экономический форум. Актуальные вопросы устойчивого развития предпринимательства и бизнеса в странах шелкового пути, экономического партнерства, оптимизации и регулирования отрасли и таможенного администрирования обсуждают на одной из сессий. Там сейчас работает и наша съемочная группа Елена Устимович. Выходит на прямую связь со студией. Елена, добрый день. В программе заявлено, что лучший практикующий бизнесмен готовил поделиться своими новыми идеями и рекомендациями. Что нового и интересного прозвучало к этому часу? Астанинский экономический форум продолжает объединять страны для решения актуальных проблем современности. Плодотворная работа идет сразу в нескольких панельных секциях. Вы абсолютно правы, Динара. Внимание сейчас большое, приковано к панельной секции по теме развития предпринимательства в странах шелкового пути. Здесь обсуждают проблемы и пути решения. Если остановиться поподробнее, то представителям малого и среднего бизнеса очень сложно презентовать свои товары за рубежом. Зачастую жителям сельской местности не хватает информации или элементарно цифровой грамотности. Население, особенно в сельской местности, готово учиться. Но как будут решать эту проблему, как будут подковывать жителей, сейчас как раз обсуждают на панельной секции. Наш спикер готов поделиться своим мнением об экономическом форуме и о важности его проведения именно в Казахстане. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы представляете и почему очень важно проводить этот экономический форум? Самое первое, я хочу сказать, что остальный экономический форум стал очень эффективной площадкой. И это, конечно, уже несколько лет прошло через очень многое изменения. Но сегодня я читаю этот экономический форум, который был очень полезен по развитию экономики, региональный дайалог. И тоже качество спикера было очень высокое. Я очень рад, я был вот здесь, встречал очень много интересных людей. Мы и разговаривали, наши партнеры в Казахстане тоже встречали много организаций из Китая, из Узбекистана. Я думаю, это площадка региональная, вообще, где можно открыть дайалог, да, как можно соединять среднюю акцию, как можно между странами, надо улучшать бизнес. И самое главное, вообще, это социальные тоже программы, которые каждый стран сейчас приведет, это как можно соединять все на один площадок. Я коротко хочу сказать, это вообще АЕФ, очень хороший, это очень добрая традиция. Надеюсь, что в следующий год будет еще лучше. Какие страны принимают участие в панельной секции и обсуждают проблемы шелкового пути? Ну, сегодня у нас вообще, вы знаете, было много из Грузии, из Азербайджана, из Китая. Я встречал тоже людьми из Соединенных Штатов здесь, очень много. Я встречал тоже наши коллеги из Германии уже здесь были тоже, из Великобритании. Я думаю, очень много стран. Вообще, я не могу даже не стать. Я вообще читал, вообще встречал здесь почти 25-30 разных наций вообще здесь. Как будут решать проблемы предпринимательства все-таки? Вы знаете, этот процесс решает проблемы, это никак мы можем сразу кнопку нажимать и проблему это уже решили. Самое главное это дайлог. И самое главное, вообще, самое первое, надо понимать проблему. Откуда эта проблема и как надо решать. И я думаю, очень много проблем, о которых мы по этой теме разговаривали два года назад. И сегодня я очень рад, вот этой проблемы вообще нет. Я думаю, так же сегодня, каждый год есть новые проблемы. Просто самое главное, нам надо открыть дайлог, надо поговорить, как надо решать. Я надеюсь, которые проблемы этого года мы уже обсуждали. Я думаю, в следующий год у нас будет более-менее результат. Спасибо. Одним словом, продуктивный диалог сегодня пытаются наладить страны на Астанинском экономическом форуме. А мы продолжаем освещать его. К этому часу у меня вся информация, более подробнее, можно будет увидеть в следующих выпусках новостей. Динара, передаю вам слово. Спасибо, Елена, за информацию. На прямой связи со студией была Елена Устимович. Я напомню, наша съемочная группа продолжает работать на полях Астанинского экономического форума.